Здравствуйте! С Вами снова Юлия Баранова. В этом видео хочу рассказать немножко о себе. Я 19 лет в медицине. Закончила медицинское учреждение имени Жени Дерюгиной города Севастополя. По образованию терапевтическая медсестра, массажист и инструктор лечебной физкультуры. Прошла путь от медсестры до собственной студии. Отработала в больнице 10 лет. Из них 7 в терапевтическом отделении с оказанием ургентной службы и 3 года в отделении реабилитации. Затем чисто случайно была приглашена в салон города Севастополя Валентина. Там я поняла, что можно зарабатывать своими знаниями и опытом работы намного больше. Стала мотаться в Киев на различные конференции и выставки, поднимать свою квалификацию. Почти 4,5 года отучилась в сильной испанской школе. Эта школа отличается от других тем, что ты никогда не навредишь, а наоборот еще сделаешь человека более здоровым, сильным и красивым. Принцип действия – пассивная йога, только она адаптирована на массажный стол, выполняется в виде различных растяжек, вытяжек, вибраций. После этого меня пригласили в новый салон, который открылся в городе Севастополя – Дольчевита. Там я тоже поработала 3 года. И затем родилось решение открыть собственный кабинет. В собственном кабинете поработала тоже 3 года. Для меня это, наверное, какая-то роковая цифра. И год какой-то. И затем решила, что мне хотелось бы, чтобы мое рабочее место было настолько комфортным, потому что к своей работе я отношусь с большой любовью. Дело в том, что моя работа стала моим хобби. И когда в планах было строительство, я решила, что оздоровительный центр должен быть только в центре, чтобы всем моим посещаемым людям было удобно. Был нанят также дизайнер, который выбирал вплоть до покраски стен, аксессуаров, выбора душевых кабинок, правильное расположение кондиционеров. То есть к этому вопросу подошла очень серьезно, чтобы было комфортно и мне, и всем людям, которые посещают наш оздоровительный центр. В массаже оказалось не совсем случайно. Дело в том, что когда мой сынишка был маленький, я заметила его мышцы спинки и ножек слабенькие. Естественно, мы обратились к доктору. Но доктор почему-то сказал, что диагноз плоскостопия и скривление позвоночника до 10 лет не ставится. Я была, конечно, шокирована таким ответом на мой вопрос. Придя домой, я приняла судьбоносное решение заняться массажем для детей и взрослых. Итак, вот я прошла такой путь от терапевтической медсестры и до собственного оздоровительного центра. До новых встреч! Я вас приглашаю к нам на наш оздоровительный центр, чтобы вы могли прийти и оценить уровень нашего профессионализма и также нашу заботу в виде уюта и комфорта. До свидания!